Во главе тонального голландского натюрморта состояли проживавшие в Харлеме Питер Класс и Вильям Класс-Хен. Первые натюрморты Питера Класса написаны в традициях на 3D-столах. Затем он перешел к натюрмортам Суета-Сует. Одним из основных предметов при этом были курительные трубки. В дальнейшем художник выработал свой стиль, для которого характерен небольшой набор изображаемых предметов, колорит в едином тоне с тонкостью светотеневых, градаций рефлексами на металлической или стеклянной посуде. В ряде случаев им использовался вертикальный формат полотна с доминантой, заданной рюмером или высоким бокалом. Субтитры создавал DimaTorzok Вильямс-классом стиль выработал Вильямс-класс Хеда. Многие предметы, изображенные на его натюрмортах, олицетворяют суету-сует. Разбитые бокалы, опрокинутые таци, пустые раковины остриц. Цветовыми акцентами служили лимон, ветчина или корочка пирога. После 1630-х годов он все чаще использовал вертикальный формат картин. Тип монохромного завтрака, созданный классом и хедой, стал широко распространяться в Голландии в 1630-1640 годах. Вильямс-класс Субтитры создавал DimaTorzok Одним из последователей класса был Франхойс Элауд, также Харвинс. Он был очень популярен при жизни, но картин его до нашего времени сохранилось мало. Много учеников у последователей было у Хеда, среди которых его сын Герит Вильямс Хеда. Для его творчества характерен вертикальный формат с доминированием предмета, расположенного по центру, использованием светотени, резко выделяющие атрибуты натюрморта на фоне полумрака комнаты. Вокруг центральной оси строил свои натюрморты МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ ТРАДИЦИИ ХЕДЫ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ МАРТИН БУЛЕВ Традиции Хеды поддерживал Иян Янс Ден Эйл. Он ограничивался четырьмя-пятью предметами, чаще всего преднепременным паз боками. Он оказал влияние на творчество своего Шурина Яна Янса трека, использовавшего оливково-серую гамму и небольшой набор предметов. Еще проще композиции Яна Янса Ванденвелда, находившегося под влиянием натюрмортов Питера Класса и часто изображавшего длинные курительные трубки. Паулус Ванденбосс также использовал мало предметов. Монохромность его картин граничила с темнотой. Филлипс Ангел, Франсиск Гейсбректс и Йозеф Дебрай создали особый тип крестьянского завтрака. Они изображали сыр, селедку, овощи и вместо бокалов деревянные кружки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова